так определяемся с триггерами боли здесь у нас боль да в районе c30 21 потом у нас болят большая малая круга слева больше да обращаем внимание что пациенту надо положить вот на какой-то валик под спину чтобы подняли родной отдел и шея немножко как бы вытягивалась под собственным весом я сейчас хочу показать остеопатические методы мануальной терапии период острой боли то есть пациентам может продуть там на сквознете неудачно полежал повернул голову запрокинул и обычно спазмируются фасеточные фасеточных суставов капсула фасеточного сустава это очень легко определяется при пальпаторной диагностике вот боковых масс суставов они напряженные жесткие болезненные да вот нос поняла трос это болезнь двадцать первого века шея у нас постоянно нагружена постоянно поворачивается то есть шейное дело это самый такой нестабильный отдел позвоночника вот еще она у нее очень дымно люди постоянно и укрутят и страдают фасеточные суставы вот сейчас я делаю восьмерочку вот такое движение которое позволяет определить мобильный шейного отдела и посмотреть где функциональный блок ну я справа чувствую да кристина заедает правая сторона значит методом ротации проверяем насколько у нас хорошо поворачивается шея в левую сторону лучше вправо хуже да то есть не дает как раз вот этот сегмент запускаем уроки под шейно-грудной переход для этого нам нужно как раз по 2 подушечка чтобы здесь было пространство видно вот как здесь хорошо я начинаю пальцами крисенты расслабься не помогали значит мобилизировать начиная где-то с d3 позвонка и иду выше делаю вот так движение пальцами подымаю вот эти вот картин расслабься расслабься что ты все массы довела на меня а я пальцами мобилизирую вещей на грудной переход аж иду до затылка и смотрю как она работает так проверка во флексии натянули задние мышцы до вот этого не справа и справа больно видим смотрим триггерные трапециях справа находим точку примерную значит здесь плексус шейно-плечевое сплетение и она практически всех больно практически у всех напряженные лестничные мышцы потому что они у нас не включается в работу чтобы включить в работу на на я показывал упражнение шевелить подбородком это на не начинают работать делаем вот такой прием вытяжение шильного отдела с прогибом потом вытягиваем ровно по оси я чувствую что нет мобильности где-то вот здесь застрее да теперь вложу руку голову на правую руку поворачиваю и делаю 10-12 трастовых движений с ротации головы влево под 45 градусов подбородок не на 90 а где-то на 45 теперь чуть увеличу угол поворота градусов 80 тоже такие трастовые техники рассыпшавшие тут очень важно правильно выбрать угол потому что можно запрокинуть подбородок можно опустить это в каждом случае определяется индивидуально руками то есть каким образом я пальцами зажжал крайне циркальную зону и чувствую где возникает блок есть такое понятие как свободное движение голову и преднатяжение мануальной терапии то есть мы вот смотрим что свободно чем уже лучше стало поворачиваться вот свобода а вот я сделал преднатяжение то есть как и трастовой техники мы делаем всегда с преднатяжением так и тракцией то есть я вывел сустав такую такое положение чтобы получить этот блок и делаю тракции держу за затылок и за подбородок так и увеличу угол руки чтобы не было удобно и смотрю как у нас движется сустав во флексии экстензии с ротацией головы вот и нахожу этот блок и снимаю сейчас будет легче то есть этот функциональный блок ей давал беспокойство и после траста на шею проверяем паттерна как у нас стало чувствительность есть боль или гораздо лучше уже ушла вот и вся проблема это очень часто случается когда в машине мы смотрим вот так вот хотим повернуться помню у было шестерка там же не было ни камеры ничего еще там 93 год я не раздавал повернулся у тебя шея длинная на очень гипермобильна и вот эти все резкие повороты могут тебе давать заклинивание фасеточный сустав я тебе говорю про основная проблема с полиоутроз да просто надо фасетки прям попадать плазму колоть но очень тяжело в шею колоть плазму чтобы попасть здесь куча сосудов сонная артерия еременная вена поверхностные сосуды это надо все обходить аккуратненько колоть там в азии больно кстати дамы и дальше пропустили и сейчас восемь период сквозняков и получается что организм подвержен это я сейчас работаю прям с приемными точками в районе трапеции там где плексус при плексике человек не может поднять руку то есть он даже чашку чая не может поднять вот так поднимает я такого не туда у меня нет ни у кого трубка неудобно так смотрим что больно-больно-больно с болезненно справа слева слева меньше справа значит проверяем сухожилия большой головки бисепса право который проходит здесь плечевой борозде очень часто бывает это сухожилия перескакивает на маленькое или ущемляется мягкими тканями болезненно плечо любит отдавливание по 20 секунд раз два три четыре шесть сейчас мы проверим что на функциональную подвижность когда человек расслабляет она падает вот да берем руку вот так вот за плечо на себя спрашиваем больно не хорошо теперь вверх нормально да и давим на брус хорошо сустав подвижность здесь вот те давление да мне кажется проблема в украина на клещичном суставе здесь да вот отсюда вот это вот это больно вот на кроме он попал то что у меня было наш как у меня произошло ущемление капсулы долго поспал на левом боку отлично два месяца лечил или 3 и лазер и мануальных репе магнит и озон самый большой озон помогла пашка никогда уколола кроме он озон шикарно помогла делай кулак здесь такая техника зажимаем а тут надо убрать подожди сейчас мешает зажимаем кисть между ног держим за ключицу вот ключица правой рукой заключится левая рука за плечо вытягиваем и ищем угол ищем угол деблок ты мне подсказывай вот здесь как понять но где будет дискомфорт вот в акроме они здесь ищем стол высокий значит теперь можно подмышку зажать вот так вот вот подмышку сюда я должен найти этот с натяжениями руку вытягиваем одновременно делаю мобилизацию нормально сейчас проверяем задевали так он болит тоже да ой ой тебя простудила в общем шейно-воротнику ужас так шея отпустила давайте же шею до конца разберемся все все на месте не болит да нет так продолжаем работать с плечом есть такая техника это полицейский захват мобилизируем трапеции можно и так конечно кулак так сильно высокий стул на меня сейчас перейдем на другую стул так такое плечо вот это вот сюда причем там не дать не можно без валика да 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 в конце поставим магнит на плечо вот он вот он так слева что здесь больно было бы слева тоже вот-вот-вот-вот-вот она там же самое поработает с этим причем до этого я размял вот здесь вот большую малую грудную но они у всех болят суши сколько я лет массаж делаю и и мне делают у меня болят не у всех что-то болят такие мышцы особенно они болят когда на турнике по потягиваешься широким хватом вот подтяните так не болит хорошо здесь еще есть будут да вот и передняя ротаторная манжета сильно давлю вот тут больнее чем здесь пошел по сухожилию вот она чувствуешь она катается теперь признаваясь что ты правой рукой делала рулила рулила руки меняю ничего не чуть-чуть потерпи вдох так через рот до вы чтобы вы понимали сильно давно по действительно очень болезненные места прикрепления мышц вот бицепс на брюшка мышцы здесь и каждая мышца заканчивается сухожильным сочленением с костью здесь и здесь здесь локтевым суставом 10 плечевых и вот этот тресток сухожилия он очень плотный жесткий и он болезненный при перерастяжениях при недостаточной физической активности он не работает и болит самое лучшее его растягивать там мы берем антелли такие сильно тяжелые для тебя 6 хватит ты делаешь в статике то есть ты медленно поднимаешь и ты дошла до боли сама и медленно очень опускать он включается то есть когда мы работаем так у нас тренируется брюшка мышцы а сухожилия тренируется подняла дошла до боли задержись статика секунд 10 и очень медленно пускай и ты растягиваешь это сухожилия любая техника медленно поднимаешь задержалась на 10 секунд и еще медленнее в два раза медленно пускаем то есть мышцы качаются так мы кровь нагнета а связки сухожилия так до статика но это стать к динамическое упражнение называть статика это полностью когда ты поднял одежду это стать к динамическим нужны сейчас я поделаю 10 крит на тех снимать не будем но мы потом снимем ее отзыв а кто хочет узнать об этих техниках приходите на семинар который бы 22 23 октября я вам это покажу ставим лайки да выключая